Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы вас познакомить с сервисом для создания мини-игр Кахот. Я свой мастер-класс разделила на три видео. В первом я расскажу, что такое Кахот и покажу вам, как в него играть. Во втором видео я дам инструкцию, как создать Кахот, и в третьем варианты применения Кахота и возможности непосредственно с самого сайта. Я думаю, так вам будет удобнее. Во-первых, видео будет меньше 10, во-вторых, если вы захотите что-то пересмотреть и вместе со мной сделать какой-то Кахот, так тоже будет проще найти нужную информацию. Итак, давайте с вами начнем. Первое, что же такое Кахот? Приложение Кахот можно найти в браузере или в мобильном приложении Play Market скачать себе на телефон. Играть удобнее, особенно детям на телефоне. Создавать Кахоты нам, учителям, все-таки удобнее в браузере. Давайте найдем этот сервис. При поисковой строке он мне выдает первый Кахот.ком, затем Кахот.ид. Обратите внимание, нам, как педагогам, нужно именно Кахот.ком. Детям для игры нужно Кахот.ид. Мы создаем игры, поэтому заходим Кахот.ком. Этот ресурс англоязычный, но сейчас мы очень легко переводим все на русский язык. Конечно, порой перевод будет выглядеть смешным, но все будет понятно. Нам самое главное сейчас разобраться и все понятно. Вам нужно будет при первом визите данного сайта зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована, соответственно, авторизируюсь и у меня входит на мою страничку. Что можно сделать на этой страничке, я расскажу чуть попозже. А сейчас давайте непосредственно посмотрим, что же такое Кахот. Я захожу в свои Кахоты. Кахоты выглядят таким образом. Картинка, обложка и затем название. Можно сравнить со своего рода презентацией. Кахоты можно распределять по папкам, то есть те, которые созданы относительно давно, они лежат в папках. Недавно созданы, пока вот так вот, таким столбиком. Для вас я сегодня создала небольшой Кахот малыша Карлсона. То есть то, что будет понятно абсолютно всем. Давайте посмотрим начинку Кахота. То есть вот мы видим картинку обложки, видим название и затем вот вопросы, которые содержатся в Кахоте. Если мы щелкнем, увидим задание. В этих играх Кахот три основных вида заданий. Это первая головоломка, то есть нужно в правильном порядке расставить какие-то слова, какие-то понятия. Затем вариант верно-неверно. Это будет всегда по-английски true false, но это не трудно запомнить. И третий вариант задания – это викторина. Ну или, как мы говорим, тест множественного выбора, где можно выбирать как один процент, так и два, так и три, так и все четыре. Например, когда мы проводим рефлексию, можно все четыре варианта ответа сделать допустимыми, возможными, чтобы ребенок не видел, что его вариант рефлексии является ошибочным. Так, что же в начинке Кахота? Мы можем ввести тексты, как в вопросе, так и в ответе. Мы можем добавить какую-то иллюстрацию. Вместо иллюстрации может быть видео. Но и к тому же хочется обратить внимание, что у этих игроков есть такое очень динамичное музыкальное сопровождение, которое не оставит равнодушным ни ученика, ни учителя. Есть таймер от решения каждого вопроса, рейтинговая система, которая определяет лидеров. И вот все это работает на то, что в этой игре происходит момент соревнований, момент азарта, в котором ребенок хочет выиграть. А чтобы выиграть, ему нужно знать. То есть в любом случае он выигрывает знания. Итак, давайте проиграем тут наш мини-коход. Я, когда готовилась, создала уже два челленджа. Ну вот возьмем там, где, видим, было уже два игрока. Это все я, одна Наташа, другая там, по-моему, Ната. Ну давайте еще добавим третьего. Я сделала так, чтобы вам было удобнее, вы ввели хотя бы какой-то рейтинг в игре. Итак, посмотрите, когда мы создаем челлендж, у игры появляется пин-код. Дети будут вводить именно данный пин-код, который вы им отправите либо в электронном журнале, либо ссылки как-то кинете на почту, либо ВКонтакте. Мы же пока, как сами создатели Кахута, бросаем вызов самому себе. Итак, он просит меня ввести мое имя. Я уже была тут кем-то, как и не была. Давайте я сейчас буду Натальей. Так, вот три игрока. Отчет начала игры. Появляется вопрос, с которым я могу ознакомиться. И затем в данном варианте мне нужно поставить по порядку, в какой последовательности появляются персонажи в сказке «Малыши Карлсон». Посмотрите, идет отсчет времени. У меня осталось 15 секунд. Я должна эти цветные кубики перетащить. Итак, сначала появляется Карлсон. Затем, простите, нажала не то. Затем появляется щенок. Фрэкенвок, и потом я делю лес. Сабмит. Когда я выставила весь ответ правильно, то я нажимаю на сабмит. Я молодец. Но максимально можно было заработать 1000 баллов, но пока я тут чего-то там всплывшее окно закрывала, так еще рассуждала, у меня 495. Даже несмотря на то, что я все-таки делала правильно. То есть здесь нужен и правильный ответ, ну и разнородность. Следующий вопрос. Посмотрите, прежде чем перейти к следующему вопросу, я вижу рейтинг. Вот, например, я была сегодня третьей из игроков, то есть пока я сыграла хуже предыдущих Наташ. Идем к следующему вопросу. Здесь правда или неправда? Итак, Карлсон жил в Чикаго. Предположим, что не знаю я, что он жил в Стокгольме, и выбираю я Чикаго. То есть нажимаю true. Красная подсветка, я ответила неверно, я потеряла свою линию правильных ответов. Ну что ж, зато я запомню, что в Чикаго Карлсон не жил. Ну и опять я остаюсь на третье место. Ну сейчас-то я уже поняла, что не в Чикаго, а в Стокгольме. И поэтому я даю правильный ответ, быстренько. И поэтому заработала уже достаточно много баллов. Но все равно, те Наташи сыграли без ошибок, поэтому мне тут выше не подняться. Ну и четвертый вопрос. Викторина. Когда мы выбираем из предложенных вариантов? Карлсон улетел, но обещал билетик, презентик, конвертик вернуться. Но все-таки Карлсон обещал вернуться. Конечно, желательно и с билетиком, и с презентиком, и с конвертиком. Так, я ответила на все вопросы. Он выстрел рейтинг. Наталья на третьем месте. И он мне предлагает, что я могу сохранить эту ссылочку. И затем, когда по истечению дедлайна, как будто снова зайти и посмотреть, когда еще, например, 40 или 50 учеников сыграет, где я буду находиться в рейтинге по отношению к этим ученикам. Итак, мы с вами сыграли в Кахут. Пока. До встречи во втором видео, в котором я расскажу, как же мы Кахут создадим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok